Друзья, всем привет! Это Битва Рэперов и наконец-то мы добрались до полуфиналов. Давайте посмотрим на нашу турнирную таблицу. В полуфинале турнира встречаются две пары рэперов Денис ДМГ против Купона и красавица Ксюша Бакс выступит против Твердо Мягкого. Наших следующих претендентов на новенькие кроссовки вы уже знаете. Это Купон, представитель группы Мягкий Стиль и сольный исполнитель Денис ДМГ. Мы облегчили задачу нашим полуфиналистам тем, что теперь предложили им несколько вариантов ответов. Итак, первый вопрос. Первый трек сибирского рэпа, записанный в профессиональной студии, датирован 1993 годом. В каком городе он был записан? Новосибирск, Кемерово, Омск, Красноярск. Первый сибирский. По-моему, на мой взгляд, все-таки Омск. Наверное, группа Ртуть какая-то. Красноярск. Вроде бы все так поспоминать. По крайней мере, то, что я знаю лично сам. Не знаю, может кто-то раньше писал, но первые студийные треки от группы Ртуть я слышал. Сибирского рэпа. Город Омск. Я не знаю, почему, но Красноярск. Первый трек сибирского рэпа был записан в Красноярске. Это еще один повод красноярцам гордиться достижениями своей холодной родины. Этот трек называется «Дикий рэп бум», автором которого является Ганс Джаб. Назовите уличный псевдоним чернокожего Эмси, напарника известного Легалайза. Варианты ответов. Эн Панс, Саймон или Вилли. Пусть будет Саймон. Ну, Эн Панс, конечно, даже раздумывать не хочется. В принципе, все его знают, думаю, кто рэп слушал. В те времена, особенно популярно очень был. Не знаю, почему. Где-то слышал поэт. Правильный ответ. Эн Панс, так зовут легендарного напарника известного рэпера Легалайза. Их группа называлась «Легальный бизнес». И в начале 2000-х годов была одним из самых популярных рэп-дуэтов того времени. Назовите самого популярного в мире рэпера с многочисленными татуировками на лице. Варианты ответов. Лил Уэйн, Дрейк или Уэлли? Я ни одного, ни второго, ни третьего, нет. Не помню на изображении. Так, ну, это не Дрейк. Хотя, мы что-то не. Сейчас не знаю, подожди. Ну, Лил Уэйн. Вообще никого из них не слышу, даже не могу сказать, кто они. Не знаю, ну, его больше, чаще встречаю просто в кругах рэпа. Кто же из них там? Лил Уэйн вообще хипстер какой-то. Не знаю, я редко вижу. Ну, вообще, наверное, не видел его фотографии. Не интересуюсь. Именно этим персонажем. Лил Уэйн вообще хипстерский рэп. Дрейк, ну, где-то попсовый, хоть и Дрейву спонсирует, но все равно не знаю. Второго даже не знаю. Давай на Абу, наверное, скажу. Пускай будет Дрейк. Правильный ответ Лил Уэйн. Его татуировки покрывают почти все тело. Они достаточно крупные, а некоторые даже сделаны на лице. Среди татуировок можно разглядеть надпись на веках «Fit in God». А над правой бровью у него, словно подтверждая его принадлежность к рэпу, записано «Я – музыка». Таким образом, мы видим, что новые условия конкурса помогли купону обыграть Дениса ДНЖ. Он дал два правильных ответа, несмотря на то, что выбирал из них «Ноугад». Посмотрим, так ли ему повезет на голосовании в нашей группе ВКонтакте «Хип-хоп-линия», где вы можете повлиять на исход битвы, проголосовав за треки участников. Многие интересуются, зачем нам знать историю, если мы и так умеем читать рэп. Отвечаю, что для того, чтобы читать рэп по-настоящему, нужно его любить. А как ты будешь любить то, о чем ты не имеешь никакого представления? Давай, встретимся в сети. Продолжение следует...